К другим новостям. Они помогают защищать права и законные интересы простого человека, решают проблемы, с которыми жители республики не могут справиться самостоятельно. Общественные приемные партии «Единая Россия» созданы в 26 районах республики. О том, как идет работа в Валиковском, Вурнарском и Канарском районах, узнала моя коллега Галина Титарчук. Сегодня она побывала на заседании комиссии регионального полицовета по обращениям граждан. Проблемы, с которыми люди обращаются практически во все общественные приемные, схожи. Обветшение жилищного фонда, износ инфраструктуры, плохая работа управляющих компаний. Многие вопросы разрешаются в ходе приема. Степень решаемости обращений в среднем 35%. По тому мониторинг, который мы ведем, по решенности вопросов в местных отделениях партии, они решаются, скажем так, лучше. Там процент положительно решенных вопросов где-то приблизительно 35%. У нас по линии региональный общественный приемный, это цифра на уровне 20%. Она так и держится приблизительно месяц в месяц, поскольку сюда, наверное, уже люди приходят, скажем так, с теми вопросами, которые имеют длинную историю. Но, несмотря ни на что, по всем обращениям принимаются конкретные меры. Направляются запросы в органы исполнительной власти. В Чувашии работают 26 местных общественных приемных. И у многих свой опыт положительного решения. К примеру, Валикова, благодаря слаженной работе, дети из многодетной семьи устроены в детский сад. Оказано содействие в ремонте дорожного полотна после ливня в Шумшивашском сельском поселении. А в Новочебоксарске по обращению родителей детей-инвалидов удалось решить проблему по доставке ребят в Чуваксары к месту учебы. В первом квартале текущего 2013 года для Новочебоксарских детей-инвалидов, которые каждое утро ездят в Чуваксары для коррекции по проблемам, значит, это слабослышащие, слабовидящие ребятишки, республика выделяет автобус. То есть это прерогатива была республике. Всего в 4 общественные приемные в 2012 году поступило около 400 письменных и устных обращений. В настоящее время местные общественные приемные партии взяли под контроль тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Важно обеспечить прозрачность начислений, исключить факты злоупотребления со стороны нерадивых управляющих компаний. Аналогичные совещания пройдут и в остальных приемных. Положительный опыт будет анализироваться и в дальнейшем. Галина Титарчук, Константин Козлов, Республика.